приветствую всех сегодня речь пойдет о вашем персональном компаньоне о черном духе компаньон который помогает вам проходить игру выполнять какие-то сюжетные квесты дает дополнительные бонусы чтобы попасть в меню черного духа достаточно нажать иконочку снизу экрана с глазками мы попадаем в меню черного духа духа также можно попасть в это меню с помощью основного игрового меню вторая кнопочка черный дух черный дух дает вам дополнительные характеристики персонажу сейчас мы разберем все возможности которые есть у черного духа первая возможность это прокачка черного духа самая главная вкладка прокачивать черного духа вы можете с помощью специальных кристаллов которые падают либо с монстров либо даются за задания также черного духа можно прокачивать с помощью ненужного вам экипировки допустим низкого грейда какого-то или же она вам не подходит по каким-либо причинам тоже советую вам ее не продавать в магазин а скармливать черного духа потому что уровень черного духа достаточно важен он развивается отдельно независимо от персонажа за этим надо следить вкратце черный дух дает вам дополнительные бонусы к вашей характеристике у вас есть какая-то характеристика у персонажа статы и к ним плюсуются еще те статы которые добавляют черный дух также у черного духа есть скиллы они открываются на определенных уровнях уровнях черного духа сейчас у меня 35 уровень у меня доступны первые два скилла они качаются тоже по мере прокачки черного духа первый скилл это гнев черного духа абсорбация гнева она дает на 30 секунд плюс 51 атаки и плюс 51 защиты с повышением уровня повышается и характеристики этого скилла поэтому полезные скиллы то сейчас покажу как ими пользоваться также второй скилл это у нас идет ультра комбо прием в частности улучшится это направленный взрывный взрыв направленный выстрел 270 урона x4 должен качаться вместе с уровнем черного духа сейчас вам покажу как качать черного духа нам достаточно выбрать те элементы которые будем кормить черному духу и нажать кнопочку кормить таким образом мы повышаем ему уровень у нас немного осталось а можно можно докормить остальные вещи можно ему оставить пока то есть таким способом повышается уровень можно также скармливать ему бижутерию если вы хотите какая то у вас ненужная есть такими основными способами можно повышать уровень черного духа вторая возможность это улучшение вашей экипировки второе меню как работает улучшение экипировки работает но следующим образом мы выбираем нужную нам вещь которую мы хотим улучшить и кладем туда камни около камней подписан шанс насколько прибавляется к успешной заточке и денег сколько нужно чтобы использовать этот шанс просто закидываем камни у нас увеличился шанс успешной заточки наши вещи если зажать и держать то закидываются все камни которые есть если например как сейчас я не хочу точить я хочу сохранить вот эту вот характеристику этот процент мне достаточно нажать на любую другую вещь у меня выглядит выполнен из окно где скажется что хотите ли сохранить текущий уровень успешного шанса заточки я нажимаю ok и все шанс сохранился я влил грубо говоря в заточку камня каждый предмет имеет каждый грейд имеет максимальный уровень заточки к примеру зеленый грейд имеет 15 уровень заточки максимальный то есть я его улучшить уже не могу больше синий имеет максимальную заточку шанс 20 плюс 20 максимальной возможную заточку и от грейд зависит тоже насколько будет камни давать процент чем выше грейд предмета фиолетовый еще меньше будет давать шанс золотый еще меньше и так далее можно закидывать камни и таким образом точить предмет я вам сейчас покажу на примере того как я это делаю возьмем какой-нибудь простой предмет закидываем туда камень здесь указано на шанс заточки у нас 100% составляет соглашаемся с заточкой это кнопочка у нас пропуск анимации нажимаем мы успешно заточились у нас свечи заточилась на плюс 1 можем еще раз заточить ее уже 2 ко мне требуется чтобы 100% было шанс заточки точим у нас свечи заточилась плюс 2 и так далее по такому же принципу работает и заточка других вещей кроме бижутерии бижутерия работает следующим образом нам нужна бижутерия от знакового вида я не знаю есть ли у меня сейчас наличие вроде есть вот у меня амулетик сейчас мы попробуем его сточить один у меня был одет один у меня в инвентаре лежал я нажимаю кнопку заточить соглашаюсь с тем что будет произведена попытка заточки бижутерия точится друг об друга если вдруг у вас неудачный шанс заточки то бижутерия скидывается на ноль то есть допустим у вас плюс 5 было вы пробуйте точить у вас станет снова на ноль все нулевой точке бижутерия так что такой шанс у них плюс 10 на данный момент зависит от уровня бижутерия тоже шанс количество уровней заточки это можно посмотреть на самой бижутерии вот он шанс указывается что максимальный шанс максимальный уровень заточки точнее у нас плюс 10 у этого вида чем выше грейд тем выше уровень заточки следующее что у нас есть в меню это инфрустация мы можем вставлять в любой предмет камушки камни выпадают с монстров либо выдаются за задание тут указаны характеристики которыми обладает камень можно их также скрещивать например мы возьмем на скорость перемещения вот такой басик сделаем вставлять можно камень в любую вещь то есть здесь выбираем мы вещь куда мы вставляем например я хочу вставить ботинки камень не привязывается к вещи можно вставлять камень в любую абсолютно вещь здесь нет такого что камень под конкретную какую-то вещь выбираю камень согласаюсь с тем что он будет вставляться и вот у меня теперь в ботинке вставлен камень по такому принципу можно вставить любые другие камни куда вы хотите по поводу переводика что здесь какие значения я тоже это все выложу чуть попозже сейчас показываю основной принцип как это все делается вставлять можно только в экипировочку как мы видим камень то есть бижутерию вставить его нельзя только в экипировочку пока один слот доступен для вставки следующее меню это у нас попробовать можно скрестить камни одинакового грейда например попробуем слабого грейда серого выбираем три камня не обязательно они должны быть одинаковые главное чтобы был одинаковый грейд одинакового цвета нажимаем кнопку скрестить у нас выходит один камень он может быть либо такого же грейда либо на один грейд выше нам повезло у нас скрафтился камень на один грейд выше то есть он стал зеленый нажимаем ok либо можно если у вас много камней вы не хотите пролистывать нажать кнопку автоматического заполнения у вас будет заполняться сначала минимального грейда камни сюда вставляться потом выше 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 и так далее таким принципом можно скрещивать камни вот сейчас мне не очень повезло у меня камень появился такого же грейда характеристики и типы камней рандомно здесь собираются то есть какой-то конкретный из какого-то камня собрать нельзя здесь все рандомно делаются рандомные характеристики а-ля Диабло то есть как мы видим один и тот же камень может обладать несколькими характеристиками где у нас тут пример какой-то ну вот к примеру одни и те же показатели но разные 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 значения у них тоже можно больше можно лучше делать таким способом камни собираем собираем и можно в конце набрать больше грейда например сделать какой-то фиолетовый сделать золотой какой-то и получить более высокие характеристики следующий пункт меню это у нас перенос точки на экипировку то есть например если вы выбили какую-то сильную экипировку более лучшего грейда вы можете перенести эту точку как переносится точка выбираем мы экипировку с лучшим грейдом например зеленый он лучше будет серого сюда вставляем его сюда вставляется куда мы хотим перенести точку дальше мы выбираем с какого мы хотим перенести точки с какой экипировки она может у вас экипирована быть может быть в инвентаре лежать уровень точки может снижаться то есть чем выше great чем выше точка тем меньше будет переноситься значение то есть там допустим с плюс 2 но может до плюс 1 переместиться это ничего страшного здесь указан шанс успеха переноса и здесь есть камушки которые позволяют вам перенести точку повышать этот шанс если у вас не маленький для переноса на лучшую экипировку платим денежки переносим вот у нас перенеслось со старой экипировки на новую экипировку есть наш шанс будьте внимательны при переносе экипировки пропадает та вещь с которой вы переносите экипировку так что смотрите внимательно делайте и следующая вещь это у нас задание черного духа они обновляются раз в сутки доступно три задания я их уже выполнил за сегодняшний день в награду там нужно убить мобов любых где на любой локации где бы не находились количество мобов зависит от вашего текущего уровня чем оно выше точнее от уровня черного духа чем оно чем этот уровень выше тем большее количество мобов надо убить в награду вам дается например свитки на боссов либо специальные специальные печатки которые будут восстанавливать вам шанс точки в случае не успеха если вы не успешно заточили вещи следующее меню которое у нас есть это усиление черного духа с помощью рун которые можно также добыть игровым путем либо это выбить монстров можно либо это выполнить какой-то квест иногда даются за подарки там на приватной территории ну много способов на самом деле как достать это это вещь куски рун всего четыре типа рун есть четыре куска я условно их называют там верхний слева вправо ну кому как удобно куски эти имеют грейды тоже серый зеленый синий фиолетовый желтый золотой по моему да и получается оранжевый повышать куски эти тоже удобно падают можно повышать их great также плюс еще есть такая особенность интересно вы можете эти куски генерировать в меню специально за либо за валюту донатную за 40 жемчуга жемчуг дается либо за донат либо за ивентовый жемчуг вот у меня есть немного жемчуга за задания какие-то как работает система если вкратце у вас есть шанс процент сколько вы на на крафт или шанс с того через какой процент у вас появится кусок добавляется соответственно стандартным способом если серебро 27 и пять десятых процента вот сюда если вы на крафт или получать четыре раза заплатили по 30 тысяч у вас там чуть чуть больше ста процентов входит вас появляется кусочек который можете забрать тоже рандомного грейда абсолютно и какой-то процент остается еще на следующий раз то есть таким способом вы можете повышать процент и грубо говоря крафтить эти кусочки возвращаемся назад в меню чтобы вставить кусочек вам достаточно нажать на кусочек и выбрать вставить поскольку у меня уже вставлены какие-то элементы более высокого грейда фиолетовый зеленый и синий поэтому я вставлять не буду но принцип действует работать так же следующее что у нас я вам покажу это как их вытаскивать можно куски эти вытащить двумя способами либо справа кнопочка вы платите 10 жемчуга у вас кусок сохраняется он падает в инвентарь либо вы нажимаете среднюю кнопочку у вас кусок не сохраняется он просто выпадает отсюда и вы можете ставить любой другой кусок отсюда на эту область смотрите чтобы был правильный элемент снизу справа сверху справа слева и снизу что касается крафта также вот это вот этих элементов можно также попробовать скрафтить элементы из каких-то ненужных вам вещей у меня есть например три элемента одинакового грейда я из них могу попробовать скрафтить один кусочек неважно здесь какое расположение этих элементов главное что был одинаковый грейд платим тоже серебро у нас скрафчен был кусок тоже может быть либо такого грейда либо чуть выше из трех кусков один кусок таким способом можно набивать куски тоже крафтить из низкого более грейда в более высокий и пробовать вставлять у нас можно посмотреть что здесь вставлен сейчас плюс 10 у нас нету смысла вставлять эти вещи они имеют меньший эффект поэтому я предлагаю вам еще раз его перекрафтить у нас есть три куска одинакового грейда мы их выбираем цена чуть больше стало перекрафчиваем нам не повезло у нас грейд оказался такой же ну такая мини игра своеобразно повезет не повезет это вот был небольшой ввод в использование меню черного духа надеюсь я вам помог разобраться с этими моментами ждите новых гайдиков оставайтесь с нами подписывайтесь ставьте лайки и до новых встреч